Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Марта Ев, Мартик и я, Цветана Паскалева, снова с вами. Год назад летом в Ереван вернулась моя бывшая соседка. Последние три года она жила с сыном в России, а на родину приехала за пенсией. Однако в связи с изменением закона ей выдали лишь половину денег, только за один год. Это обстоятельство настолько расстроило бабушку, что сын серьезно забеспокоился о ее здоровье. Он попытался решить вопрос в инстанциях, но у него ничего не получилось. Дабы восстановить душевное спокойствие матери, сын добавил остальную сумму от себя, сказав, что соцслужба ошиблась, но затем исправила свой промах и выплатила всю пенсию. Сын выполнил свой долг, но это ли решение проблемой? Сегодня мы поговорим о людях, которые находятся на заслуженном отдыхе. Старшие поколения жалуются на унизительно низкие пенсии и проблемы, связанные с их получением. Мы постарались разобраться в этом вопросе, для чего пообщались с пенсионерами и работниками социальной сферы. Все подробности в специальном репортаже нашего корреспондента Айлиты Чилингарян. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДirimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Исчерпывающей ответы дал руководитель Государственной службы социального обеспечения Армен Абраамян. Это был тот редкий случай, когда начальник не возложил ответственность общения с журналистами на своих подчиненных. Сегодня у пенсионеров есть выбор – дожидаться почтальона с пенсией дома или научиться пользоваться банкоматом. И в каждом названном случае есть свои издержки. Почтальону за любезную доставку, пусть небольшой пенсионной суммой, принято давать ЧАЭВ. По словам стариков, драмов 200 за каждый визит. С банкоматами, чему мы стали свидетелями, тоже не все просто. Получается замкнутый круг. Нездоровые люди вынуждены выбирать между маленькой пенсией и предписанной законом необходимостью периодического переоформления. Личного посещения банка для освидетельствования, что живой. Проблемы с получением пенсии бывали также и у пенсионеров, ныне живущих за пределами Армении. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Которая позволит уменьшить разницу И постепенно её сгладить С этой целью темпы роста высоких пенсий Будут замедляться А низкие пенсии, наоборот, будут расти быстрее С 1 января 2014-го года Пенсии повысятся на 15% Улучшится ли от этого жизнь пенсионеров Которые получают низкую и среднюю пенсии? Большой вопрос. 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 Большой вопрос.